Приветствую, дорогие друзья, также и новые зрители канала Заброшенная Россия. Мой канал рассказывает обычно о наших российских деревнях и людях, живущих в них. Но сегодня я оказался в Питере, и одна моя знакомая сказала, что рядом, где я находился, в Ближайевском парке, живет мужчина в шалаше уже несколько лет. Поэтому решил к нему заглянуть и узнать, как тут он поживает. Как всегда будет интересно, смотрите до конца. Поехали. Интересный домик тут у нас. Еле заметные следы, но следы есть. Привет! Как жизнь? Не холодно? Здорово, да. Несловно. Как зовут? Василий. Василий? Помощь нужна продукты какие-нибудь? А, да не, не надо. Точно? Вам попозже зайду. Василий у нас был не очень разговорчивый, поэтому я решил купить продукты ему. Сходил в ближайший магазин и сейчас попробуем разговаривать с Василием. Может, что-нибудь рассказывать о своей жизни в парковой центре Петербурга. Привет, опять я. Принес еды вкусненькой. Отворяй ворота. Держи. Колбаски там к тебе. Нет, тебе не живем. Да и ничего, я тебя вгостил просто. Да ну как? А ты откуда это? Мне сказали, что ты тут живешь. Ты вообще давно здесь поживаешь? А домик здесь. А домик-то построил? А два строителя приходили дома. Помогли, да? Ясно. Это вообще-то бумага эта. Ну, крыша, да? Ну, да, крыша, из бумаги. Слушай, а что здесь не закроешь, что-нибудь такое теплое, чтобы к холоду не поступал? Да я уже к холоду привык вообще-то. Привет, меня Алексей зовут? А, Саня. Где сколько лет? Да уже в шестой. Саня или Василий? Саня. А, то ведь сначала сказал Василий вроде. А в шестой и десятой. Это пятьдесят с какого года? В шестой и десятой. А родом откуда? А здесь же. Местный? С Питера? Ты как-то оказал в таких условиях-то? Без квартиры остался случайно. Документы пошел оформлять. И все выкрали документы и книгу, и деньги вообще. А квартира где была? Австралии. А как называть район? Петербургский район. А родственники и остались? Нет. Никого? Ни жены, ни детей? Чего никого не нашел-то за жизнь? Ну, так получилось. Вот грыжи болеют, никого нет. Так, на что живешь? А, по пенсию получал. Книгу с деньгами выкрадить теперь. И пенсию теперь не получил. Ну, ты смотри, не упиваешь, да, так? Нет, я упиваю, но я очень редко. Не похож на пьющего? Тяги нету всегда, да? Ну, так вообще, что кушаешь обычно? А что придется на помойку выкорбить? Так, с помойкой так пытаешься? Ну, да, нету. Ну, как что-то покупаешь там? Мелочи, скобицы, я пойду финикам все куплю. Финики любишь? Ну, наши конфеты, ягодки такие. Сладко любишь? Да, а то сахара не хватает, пока на сердце бадет. Лучше, у тебя паспорта даже нету, да? Да нету, сейчас никаких документов вообще. Место прямо в водоемы выбрал тут. Да нет, уже чайка здесь. Чтоб удобно было умываться сразу. А как, пищу готовишь как-нибудь? Много стерпим. А кассерги разводишь? Ну, там, мажородевские. Ну, как слушаю, в морозы спишь, вот максимально, сколько градусов было? Ну, до 30-ти нормально терплю, а потом холодно, конечно. А что, какую-нибудь бружуевую, дрова, чтобы топить? Да я уже привык, местечко я. А так, в баню куда-нибудь ходишь, где моешься? Ну, от лета до лета тех, кто-то. От лета до лета не успеваешь испачкаться? Какой адрес прописан был? Ленинградское шоссе. Дом 9. Девятый дом, квартира? Кто сейчас там живет? Да, они в ВВ-шнике. ВВ-шнике, кто это? В внутренние войска. С кем-то общаешься? Да нет. Один еще живешь? Ну, церковь, он не хочет рядышком тут? В церковь-то я вообще... Я давно уходил, я уже отвык от людей, среди природы. 69 получается ли, да? Это скорость 70? Ну, так неплохо выглядишь для 70 лет, и за такой образ жизни. Ну, случилось так вот, сердце лопнуло, почка малышня бутылкой попала. Кидали бутылку, и прямо мне почку попала. Ну, что, не боишься умереть тут так от холода? Да нет, уже все конец зима. Расширяться ничего не думаешь, тут веранду каим строить? Замерзнешь от холода, если увеличить, а так выдыхаешь тепло, и вроде... А, согреваешься? Да. А так апартаменты видишь холодно. Апартаменты даже называешь по-питерски? А до этого где жил, получается? А вот. Под этим навесом заползал туда, что ли? У меня повыше. Ничего себе, домик у тебя тут... Лето начнется, опять может быть кто-нибудь придет уступить. А, кому-нибудь сдать? Да, саму придет. Желающие много, что ли? Да нет, бывает. Ну, ты вообще себя к вам за ощущаешь? А кем себя считаешь? Просто мужиком? Так и до конца жизни будешь жить? Ну, а что-нибудь мечтаешь? Что-то дерево не покушает. Ну, скажи, у тебя какой-нибудь самый счастливый день в жизни? Какой был? В школу когда закончил. Когда школу заканчивал? Бывает, что дни, когда ты вообще голодаешь, например, ничего не ешь? Сколько дней без еды можешь? Ну, минут три. Три дня? Аргазин привыкает? Ну, три просто. Мне приятно становится. Ой, садите. Огрызки какие-нибудь подобрать. Огрызки? Где-то конкретно помойка у тебя есть? Отдыхают здесь, выбрасывают. Кушать не приносят? Нет. Ты же в парке многие, наверное, видят здесь. Меня? Да. Нет. А таблетки какие-нибудь тебе нужны? Купаешь? Нет. Нет? Ну, если что-нибудь болит, там, голова, зуб. Я чай пью. От него уже привык, от него приходится. Ну, ты там чай у тебя купил? Ага, спасли больше. Пачку чая, конфет, колбасы там. Кто-то захочет тебе помочь? Что тебе нужно, в первую очередь? Одежда там, из продуктов? Да мне ничего не надо. Ничего не надо? Ты всем доволен? Скажи еще счастлив. В твоем понимаешь, что такое счастье? Солнечный день. Солнечный день? Всего лишь что нужно для счастья? По-настоящему счастливый человек. Ну, хочешь, знаешь, что в мире происходит? Я здесь читаю, люди выкидываются. Что война сейчас проходит, да? Ты знаешь, да? Нет. Не знаешь? Война идет. С Украиной. Уже год СВО. Нет, а воюют с кем? Россия с Украиной. Россия с Украиной и воюют. Да. Не слышал? Нет. Вот так вот. Значит, не в газетах нигде ничего. Ну, ты на старые газеты читаешь. Я еще летом приеду, что-нибудь привезти тебя? Нет, нет, нет. На тебе, лекарства, может, купишь какие-нибудь, что-нибудь понадобится? Нет. От добрых людей тебе. Спасибо. Хватит тебе на первое время? Или еще дать? Ну, хватит. Да нет, мне с вами не решить так. Да и мне ничего не надо, я тебе просто так же. Да нет, а то отгрыжу. Можете еще дать тебе на лекарство? Ну, да. Да, ты что? Да. Если у тебя грыжи, конечно, лечиться надо. Я могу показать. Держи. Посмотрю, там, это жилище, как тут живешь. Это кухня, там, у тебя здесь? Там книги. Книги? А что читаешь там? Там медицинские. Медицинские? А в центре Питера бываешь? В центре? Да. В армитаже не был? Ну, маленький когда был. В школе водили, да? А у тебя полный имя учится как? Александр Алексеевич. Полулях. Полулях? Полу-поляк, что ли? Интересная фамилия. Хохол. Хохол? Ну, ладно, давай, держись тут. Да, мы больше вам совсем за деньги. Не за что. А у вас на сколько такие деньги? Добрые люди помогают для таких, как ты, оказывают. Наверняка после меня еще будут приходить помогать. В диреках-то не холодно? Да нормально, в кассовке летние. А то у меня ботинки есть, как раз по-моему. Да нет, спасибо, дружище. Нет, спасибо. Я приехал сюда, думал, лета у вас, оказывается, зима, тут снег высыпал. У нас там по Волжии тепло уже, плюс 15. А здесь тоже было тепло, был красный. Ну, вот я приехал и снег привез. Покажи мне, готовишь. Эту шубу куда деваешь? Кто-то бросил что? Женская? Не знаю. Ну, взял бы накрываться. Но потом нееста, по яйца подаришь. Забирай, если тебе. Мне цвет не очень нравится. Да что, и ладно, дружище. Здесь готовишь, да? Пастерец, когда готовил здесь? Вчера. А, вчера готовил, да? Телефон это. Фотографирую, да. У тебя телефон никогда не было? Вот телефоны сейчас так показывают. Вот, смотришь, как ты красиво тут увидишь. Интересно. Похож, да. Ну, правда, тебе 70 лет не дашь. Побрить, помыть и все. Да, порядок. Молодой мужик. Порядок все привезти. А сколько такая штука все? Ой, он такой дорогой. У меня просто для работы нужно. А так подешевле бывают. Сходи в столу, очень горяченько купи. Супчик какого-нибудь. Здесь и столовая. А то будешь в столовой. Оставаться? Ну да. Там что, вдвоем повеситесь там? Нет, вдвоем не поместимся. Ну да, ты слава богу. Я так не привык на улицу спать. Спасибо за приглашение. Летом еще можно. Зимой, конечно, тут сложно спать. Ну, Саш, давай. Лето, может, еще скачу. Да. Я тут редко к вам в Питер приезжаю. Давай, удачи тут. Пока. Спасибо. Вот такая, друзья, у нас была история. Как всегда, поделитесь с вами эмоциями, ощущениями в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно пишите мне в соцсетях. Ссылки на них вы увидите в описании этого фильма. Ну, а если кто-то захочет заехать в Плижайский парк и помочь нашему герою, было бы очень здорово. До новых встреч, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok